Прийти в музей и окунуться в атмосферу настоящего советского Нового года. Такую возможность имеют сегодня жители и гости Щелкова. В Щелковском историко-краеведческом музее открылась выставка под названием «Серебряные тени детства». На ней представлены елочные украшения, открытки, фарфоровые статуэтки, предметы быта 50-70-х годов прошлого столетия. Основная тема выставки – новогодний праздник и связанные с ним традиции, популярные в советское время. Получился такой у нас выставочный проект. Назвали мы его «Серебряные тени детства». Где-то я такую фразу прочитала в книгах, мне она очень понравилась. Мне кажется, она очень соотносится с такими теплыми воспоминаниями о Новом годе в советское время. Елочная игрушка – один из самых узнаваемых символов приближающегося Нового года. Разнообразные по форме, стилю, изготовленные из самых разных материалов. Елочные украшения, кроме эстетической и художественной, несут в себе и историческую ценность. Как и другие предметы быта, они содержат много важной информации об эпохе, о ее настроениях, мыслях, событиях. А детский новогодний утренник в садике или младших классах школы просто невозможно представить без карнавального костюма. Часто новогодние костюмы детям шили родители. Здесь мы с вами видим костюм Снегурочки и костюм Снежинки. Пожалуй, в советское время каждая девочка, ну практически каждая, побывала Снежинкой. Подборку фарфоровых статуэток, объединенных общей зимней тематикой, представили на выставке частные коллекционеры. В фондах музея нашлось немало новогодних почтовых карточек и открыток. Среди них есть и датируемые 1941-1942 годами. Такими открытками поздравляли в Новый год бойцов на фронте. На выставке и предметы быта, старые пластинки, катушечный магнитофон и даже самая настоящая, или, как говорят музейные работники, оригинальная бутылка советского шампанского. Ее когда-то не успели открыть под бой курантов, зато она стала музейным экспонатом. Выставка «Серебряные тени детства» доступна всем желающим. Она будет работать до 24 января. Щелковский историко-краеведческий музей уже открыт для посещения, естественно, при условии соблюдения ограничительных мер, обязательных масок и социальной дистанции. Андрей Циханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение. Продолжение следует...